МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снижение возраста выхода на пенсию и в целом. Пенсионная реформа сегодня основная тема для обсуждения как среди населения края, так и в политических и бизнес-кругах. Напомним, накануне президент России предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, а также наказывать работодателей, которые увольняют пожилых сотрудников. Председатель Комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильиченко назвала речь президента аргументированной и взвешенной. Она пришла к такому выводу, потому что услышала предложения, которые разрабатывали законотворцы в разных регионах страны. В частности, на Алтае рабочую группу возглавляла сама Ильиченко. И одним из наших предложений был временной шаг, с которым бы повышался пенсионный возраст по полгода ежегодно. Кроме того, краевые депутаты предлагали учитывать специфику регионов и делать послабление отдельным категориям граждан. Например, у нас тем, кто занят в сельском хозяйстве. Это Путин обозначил в своем заявлении и предложил внести в подобные категории еще и многодетные семьи. Татьяна Ильиченко советует не акцентировать внимание лишь на мерах наказания работодателей за увольнение пожилых сотрудников, поскольку работа над законом продолжается. Не только наказания для работодателей, а именно и особые преференции для тех работодателей, у кого работают люди предпенсионного возраста. В том числе это снижение страховых взносов. И президент вчера поручил органам исполнительной власти разработать механизмы именно стимулирования работодателей, чтобы работодатели тоже не оказались загнаны в угол. И сегодня же краевые депутаты, которые провели первую сессию после каникул, утвердили новую строку пополнения дорожного фонда муниципалитетов через штрафы, а также учредили новый институт старост сельских населенных пунктов. Но самым обсуждаемым проектом оказался документ о дополнительных гарантиях для детей-сирот. Анастасия Дороган продолжит. 18-летний сирота арендует жилье пока за своим в очереди. Этого, считают справедливороссы, достаточно, чтобы предоставить ему дополнительную компенсацию в 10 тысяч рублей. Такой проект они вынесли на сегодняшнюю сессию. Количество может даже дальше нарастать. И компенсация за аренду жилья, конечно, не решит. Продолжим работу над адекватом законов в этом направлении. А если посчитать количество средств, которые будут затрачены на воспитание детей, которых дети-сироты отдают за мамой руки. Я считаю, необходимо принять в первом чтении и нарабатывать закон о корректе. И это единственный отказ. Далее депутаты оформляют статус старост сельских поселений. Помощникам органов самоуправления прописали полномочия и даже предусмотрели доплату. А вот штрафовать от тысячи рублей до трех предлагают медлительных чиновников муниципалитетов и края. Достаточно часто чиновники, к сожалению, допускают нарушения. В сроках ответов, предоставлении документов, принципы одного окна, когда оно есть и так далее. Поэтому вот такую ответственность мы устанавливаем. Законопроектами депутаты привлекли дополнительные финансы в муниципалитеты. Отчисление в Дорожный фонд района прежде определяло исключительно протяженность дорог. Скоро будет еще два критерия. Учитывается твердость покрытия этих дорог. То есть те, которые есть с твердым покрытием, они должны все-таки немножко больше получать и поддержать на должном уровне эти дороги. Но еще один источник мы включили, это то, что вот те штрафы, там сумма примерно за год это 600 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили законопроект об общественных наблюдателях на выборах, которых назначит общественная палата. Это представители различных организаций края. Так что за порядком голосования в день выборов будет следить больше двух тысяч общественников. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. После капитального ремонта открылось поликлиническое отделение 3-й городской больницы Барнаула. На этой неделе здесь начали принимать пациентов. Если раньше терапевтам элементарно не хватало помещений, в одном кабинете ютилось по два врача, то теперь условия здесь совсем другие. Подробнее Елена Кузовкина. Марина Овчинникова, как и многие жители микрорайона «Поток», раньше лечилась в поликлинике при городской больнице номер 3 на улице Титова. Но знаменитую шестиэтажку в 2014 году из-за аварийного состояния закрыли. Пациентов и врачей поликлиники решили не беспокоить, но запланировали их переезд в отдельное здание бывшего профессионального училища. Сделали там капитальный ремонт и на этой неделе стали принимать пациентов. Я сразу попала к доктору, выписать лекарства мне нужно было. Не ждала, а не сидела. Буквально минут 5-10. Из бюджета края на капитальные ремонты и оснащение поликлиники выделили 50 миллионов рублей. По заверению специалистов, теперь медицинское учреждение соответствует всем современным требованиям. Здесь мы видим не только новые стены, новые диваны, но мы здесь еще видим новые организационные технологии, когда пациент может записаться на прием к врачу через регистратору, может записаться через колл-центр, через инфомат, через интернет. То есть все возможные способы записи на прием к врачу, они сегодня здесь есть. Именно поэтому в поликлинике не так многолюдно нет длинных очередей и недовольных пациентов. Хотя здесь уже подсчитали, в день успевают принять до 700 человек. Время приема больных сократилось, но не потому, что врачи стали меньше уделять им внимания, а потому что в рабочем процессе произошла заметная оптимизация. Весь персонал трудится в рамках системы 5С. Это пять принципов. То есть сортируй, содержи в чистоте, соблюдай порядок, стандартизируй и совершенствуй. На примере данного шкафа рабочего медсестры можно показать. Как известно, совершенству пределов нет. В скором времени у поликлиники появится отделение лучевой диагностики. Возможно, запустят лифт. Добавим, что в этом медучреждении смогут проходить лечение более 40 тысяч бурнаульцев. А в поликлиническом отделении на улице Титова в будущем планируют организовать хоспис. Но когда это произойдет, в Министерстве здравоохранения края пока не знают. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Медработников, которые сообщают информацию о смерти пациента похоронным агентам, могут наказывать. Это одно из положений законопроекта, который разработал Минстрой для наведения порядка в сфере ритуальных услуг. Кроме того, планируется запретить продажу венков, искусственных цветов и ленточек возле больниц. Что думают по поводу нового законопроекта те, кто давно работает на рынке ритуальных услуг Барнаула, узнавала Ирина Корчагина. Позвоните по поводу Сачевской Любовь Яковлевны, и два телефона были даны. Он сразу, конечно, понял, в чем дело. В больнице ему подтвердили, что Любовь умерла. Муж сестры Галины нашел записку от похоронного агента прямо в калитке своего дома. Так он узнал о смерти жены, которая долгое время лежала в больнице. В состоянии шока семья была готова на любые услуги ритуальной конторы, которая неприлично завысила цену. Подобные истории каждый день происходят не только в Край, но и по всей стране. Кажется, будто так называемые черные агенты узнают о смерти человека раньше, чем тот умирает. У Золовки случилось, что два агента передрались в доме. Представьте, что вы попадете в такую ситуацию, когда один с другим столкнутся, а все вылится на семью. Павел Котлеров – юрист. Рынок ритуальных услуг ему знаком. Мужчина лично знает людей, которые любят приторговывать смертью. Они даже делят больницы на территории. На каждой работает определенный агент, который имеет связи в медучреждении. Когда пациент умирает, обычная санитарка передает агенту контакты родственников. На своем опыте мы убедились, что такая информация стоит от 500 до полутора тысяч рублей. Все данные тогда скидывайте. Там фамилия у меня отчества покойной, ну и там адрес, и ординаты, все, что есть. Закон о погребении и похоронном деле был принят в 96-м году. Местные эксперты уверены, пора признать, что он устарел и требует доработки. На днях стало известно, что Минстрой подготовил новый законопроект, который обещает карать медработников за слив информации о смерти. Скорее всего, это будет преступление, связанное с легкой степенью тяжести. И за него будет предусматриваться даже не лишение свободы, а какой-то штраф. Либо это будет, грубо говоря, отстранение от должности. Сейчас за делами ритуальными следят муниципалитеты и Роспотребнадзор. После принятия закона в России должно появиться ведомство, которое начнет контролировать похоронный рынок. Каждый агент будет обязан иметь лицензию, высшее образование и проходить курсы повышения квалификации. Также известно о других поправках в законе. Например, будет запрещена продажа похоронных венков и лент возле больниц. Не обращай внимания, разве у них товар, разве они могут аккуратно похоронить. Изменения коснутся и социальных похорон, которые положены ветеранам Великой Отечественной войны, мертворожденным детям и неработающим гражданам. Все расходы на их организацию государство должно полностью возложить на себя. Появление этого закона могло бы во многом решить проблемы рынка ритуальных услуг, уверены эксперты. Только вот изменения законотворцы пытаются внедрить с 2014 года. И пока безрезультатно. Так что вполне вероятно, что еще многие семьи могут попасть в ситуацию, которая случилась с Галиной Сергеевой и ее семьей. Узнать о смерти близкого родственника не от медиков, а от похоронных агентов. Из-за одного вот такого звонка, значит, вот получается, вот нам боль теперь всей семье. Вот уже полгода она не проходит. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. Утром в пригороде Барнаула на железнодорожном переезде у станции Алтайской сошли с рельс несколько цистерн. Загорелось топливо, выплеснулись химические реактивы. К счастью, все это произошло в ходе учений. Илья Кочетков побывал на условной, но тем не менее реалистичной ликвидации аварии. Бушующее пламя, дым до небес. По сценарию, рано утром на переезде КАМАЗ, нарушив правила, столкнулся с товарным составом. Спасатели признались, в реальности все выглядело бы гораздо страшнее. А журналистов не подпустили бы и метров на 300. Такова зона безопасности, если при аварии разлиты опасные вещества. Сегодня и КАМАЗ, и разрушенные ЖД пути, и состав можно лишь представить. В действительности их нет. По легенде, с рельс сошло две цистерны с топливом. Их как раз сейчас тушат. Но это лишь полбеды. Вторая часть проблемы – это цистерна с хлором. Вот-вот ядовитое облако расползется по округе. Спасатели говорят, близость к населенному пункту делает ситуацию непростой вдвойне. Ведь от скорости реагирования зависят сотни жизней. Нужно еще продумать вопросы и проработать силы и средства на защиту самого поселка, на охлаждение рядом стоящих цистерн. На помощь пожарным расчетам прибыл специальный передвижной пункт. Его цистерна вмещает больше 30 тонн воды. В итоге, примерно за 10 минут, условно пылающее дизельное топливо потушено специальной пеной. Но, говорят спасатели, основная работа начинается позже. Место, где растеклись нефтепродукты и химикаты, огораживают особыми щитами. На смену пожарным приходят люди из экологической службы, похожие в своих скафандрах на космонавтов. Как вам в таком скафандре работается? Как положено, зато жив остался после розлива эфира метилтеретбутана. Химикаты нейтрализуют, собирают специальные емкости. Группы в скафандрах разного цвета сменяют одна другую, удостоверяясь, что место полностью безопасно. Начальник штаба РЖД сообщает, по итогам учениям поставили оценку «хорошо». Казалось, что взаимодействие между разными подразделениями отработано не до конца. Спасатели обещали исправиться и на следующих учениях показать высший класс, заодно придумав новый интересный сценарий. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. Житель Бийска нашел оригинальный способ борьбы с воровством на своем садовом участке. Помимо колючей проволоки и тяжелых замков, он установил среди грядок и плодовых деревьев охранников. Каких, расскажет Елена Кузовкина. Дачный участок Юрия Бакулина расположен не в садоводстве, а практически в центре Бийска. На шестисотках растут помидоры, перец, лук и всевозможная ягода. Но, по словам хозяина, особой популярностью у воришек пользуются чеснок, картофель и огурцы. Бывали случаи, что их уносили вместе с ботвой. Такое происходило на огороде, пока здесь не появился Альберт. У нас был случай, когда соседка приходила и целую неделю здоровалась. И потом спрашивают, что у нас стоит? Это кто такой, друг ваш, что ли? Альберта привела в дом жена Юрия. Она купила его на распродаже списанных манекенов. Изначально в качестве прикола, говорит бейчанин, но Альберт оказался настоящим мужчиной, хорошим охранником. Его невозмутимый взгляд и ухмылка пугает даже соседей. А недавно Альберту нашли подружку, и теперь он на участке не один. Так, Анжела, сейчас мы тебе бусики-то поправим. Все. Красавица. Издалека Анжела выглядит, как живая женщина. Платье хозяйки ей оказалось по размеру. Нашелся наряд и еще для одной обитательницы участка. Вот еще один манекен. Зовут Натали. Она сидячая. Вот так сидим с ней и отдыхаем. Отдыхает Юрий Бакулин и от воровства, которое когда-то здесь процветало. Но мужчина понимает, после того, как он рассказал о своих охранниках телевидению, бояться их перестанут. Для большей безопасности в ближайшее время бейчанин планирует установить на участке видеокамеры. Елена Кузовкина, Евгений Андреев. Наши новости. Наш телеканал подводит итоги розыгрыша, стартовавшего неделю назад в группе ВКонтакте. Определилось три победителя, которые получат по два билета на колесо обозрения. Ждем их в редакции наших новостей. Ну а мы рады вновь объявить очередной конкурс розыгрыш от парка Орликина. Условия те же. Необходимо зарегистрироваться в нашей группе, а также в группе парка развлечений Орликина. И сделать репост информации о розыгрыше. Генератор случайных чисел определит троих победителей. Они получат билеты на аттракцион «Космос». Итоги подведем 5 сентября. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте – для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории региона высока вероятность дождей, гроз. 17 выше ноля в Рубцовске, 18 в Бийске, 20 в Славгороде и Олейске. В Барнауле переменная облачность, ветер северо-восточный слабый. В ночное время до 14, днем тепло до 24 выше ноля. Напоминаю, телефон в редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.